Нехватки в отдыхающих, поясняет мэр Сочи, у курорта нет. В прошлом году Олимпийскую столицу посетило рекордное количество туристов – 6,5 миллионов человек. Во многом этому способствовали такие личные презентации главы курорта, которые дали новый импульс в открытии чартерных рейсов и привлечении туристов. Поэтому необходимость в подобных турные по стране есть. Как известно, туристическая отрасль не приемлет стагнации. Поэтому подобные рабочие поездки по стране для руководства Сочи уже традиционные. Презентацию курортных возможностей нашего города для 250 туроператоров, турагентств и представителей бизнеса Урала провели 17 предприятий нашего города. Это крупные отели, горнолыжные курорты, санатории. Как в Уфе, так и в Челябинске сочинская делегация отметила, что в Сочи есть все в плане развлечений, но в первую очередь это медицинский и бальниологический курорт. Объясняя интерес города Сочи именно к туристам из Урала-Сибирского региона Пахомов напомнил, что еще в советское время жителям этих территорий рекомендовалось ездить на оздоровление к Черному морю. Сегодня нужно вернуть хорошую традицию, когда труженики металлургических комбинатов, заводов, труженики нефтеперерабатывающих заводов обязательно раз в году оздоравливались именно в Сочи. Город Сочи и наши санаторно-курортные учреждения готовы эту работу осуществлять по себестоимости, а это значит, что цена дня пребывания в санатории Сочи с трехразовым питанием и лечением будет стоить от 1400 рублей до 2000. Эта программа «Открытый юг» действует в межсезонье и обеспечивает санатории полноценной загрузкой. Градоначальники выразили надежду, что соглашение поспособствует разработке взаимовыгодных проектов, развитию малого бизнеса и укреплению связей в областях культуры и молодежной политики. Сейчас Уфу и Челябинск связывает с Сочи чартерное авиасообщение. Летом при необходимости количество рейсов увеличат. Далее у сочинской делегации по графику Пермь и Тюмень.